У всех туристических приключений есть одна особенность. Если ты начнешь путешествовать, то остановиться будет очень сложно. Потому что новые места, новые впечатления и знакомства дарят настоящие, ничем не сравнимые эмоции. Такие ощущения хочется испытывать снова и снова. Меня зовут Антон Белявский. Сегодня я направляюсь в белорусское местечко, которому более 600 лет. Мой маршрут построен в агрогородок Деречин, Зельвинский район, Гродненская область. Сегодня в проекте маршрут построен. Узнаю историю дворца, в котором гости из Франции гостили. Поинтересуюсь урожаем местного картофеля сорта Сапега. Я вам помогу немножко. Давайте, пожалуйста, пробуем. Все просто так, не простаивать. Проверю, грозит ли падение местной Пизанской башни. Не спешите переживать, падение обелиску не грозит. И сделаю фото на фоне необычного явления под названием Друмлин. Всегда мечтал покорить Эверест. Маленькими шажками к большому успеху. Напрямую из Минска в агрогородок Деречин, Гродненской области, автобусы и поезда не ходят. Рекомендую для начала доехать до ближайшего крупного населенного пункта – городского поселка Зельва. Из Минска, с центрального автовокзала, сюда ездят маршрутки. Расстояние 231 километр. Цена билета – 18 рублей. Время в пути – 3 часа. Еще один вариант доехать до Зельвы – это поездом с Минского железнодорожного вокзала. Время в пути – от 3 часов 27 минут. Стоимость проезда – от 5 рублей 55 копеек, в зависимости от выбранного варианта. Из Зельвы до Деречина ежедневно ходят автобусы. Расстояние – 25 километров. Время в пути – от 25 минут. Стоимость проезда – от 1 рубля 60 копеек. Итак, сегодня мой маршрут проложен в агрогородок Деречин, которому более 600 лет. Это одно из самых древних мест Гродненского региона, с которым связано много интересных историй, главным фигурантом которых является канцлер ВКЛ Александр Михаил Сапега. Именно он заложил в Деречине роскошный дворец и сделал это место центром культурной жизни. Один из владельников, человек, который засновал этот палац, стал, как его побудовали, Александр Михаил Сапега. И Александр Михаил Сапега, вот его портрет, это канцлер Великий Литовский. До речи, передопошный канцлер Великий Литовский. Просто он в 1786 году перенес резиденцию с Ружановом у Деречин. И для того, как бы это сделать, был побудован из этой палацы. То есть, а вот этот палац, дворец, вот он у вас здесь? Вот макет мы zrobили тут, дякуючи нашим работникам, мы zrobили макет палаца. Распрацовали с планом, там, чертежи, фотосдымки, ну, вот такие вот у нас отрывался макет. Деречинский дворец был одноэтажным, так как пристраивался к бывшему зданию военной академии. Род Сапег был очень богатым и знатным, а потому наличие нескольких дворцов у одной семьи не вызывало удивления. Одно родовое имение у них было в Ружанах, другое – в Деречине. Над изысканным архитектурным стилем обоих дворцовых строений работал известный в те времена зодчий Ян Самуэль Беккер. Обстальовалась новая резиденция Сапегов в Негор, чем у Ружанах. Сюда из Ружанов были перевозили архивы, был переведенный Сапеговский. Сюда была переведена, ну, зброя, там, протка, там, трофейная зброя, войсковый кабинет, картины, мебли оттуда перевозилась сюда. И тут паркетные, ну, подлога была паркетная, выкладенная, там, камины, выдатно тут обстальовывался. Барта того, что, например, там, ну, на той бок палаца, где газон был, там вот, глядите, были лихторы стояли с разноколеровым шклом в той час. Статуи Адама, Евы бронзовые, там, годинник был, веже звонится, там все. В Дереченском дворце всегда было шумно и весело. Он был переполнен гостями – графами, герцогами, маркизами, виконтами с парижских берегов Сены и Луары. Они гостили здесь по приглашению Сапег по несколько месяцев и более. Деречен называли «Малый Версаль». Для чего? За чего? За того, что вот композиция «Палац» и «Парк». «Палац» и «Парковый ансамбль», который умеется. Получается, дворец, в принципе, был шикарен как внутри, так и внешне. Так. Долженя его большим за 150 метров. Большим за 150 метров. Ну, калидорного типа 22 покоя, 11 сюда, 11 сюда, и по центру великая зала была. Ну, вакцина вот эта была. Ну, обстоливание там покоя было, подповедно. Все было в порядке. То есть, в принципе, если 22 комнаты, то получается, что и гостей было много. Иначе, зачем эти комнаты. В этих многочисленных комнатах проживала в том числе и труппа актеров, которая работала в театре при дворце. В спектаклях, наряду с профессиональными артистами, принимали участие дети Александра Михаила Сапеги. А еще приглашались местные крестьяне. Особенно популярный в Деречене стал при сыне Александре Михаиле Францишко Сапегу. У него есть такое выказывание, что в Санкт-Петербурге ему за холодно, в Португалии горыча, у Англии ему сыра, у Варшаве нема с кем карты погулять, у Вильнии нема с ябровским поразмовлять. И только у Парижи и Деречене он мог некольки тыднев отчувать себе добро. Понимаете? Ну, то есть вот Деречене с Парижем равнять, это уже сам знак, что ли. И плюс у меня Францишко Сапега, когда он подорожничал по Европе, там, и он закуплял картины, и он любил мастерство, и он закуплял картины. И эти картины привозят в чудо и пополнял свою картинную галерею. В картинной галереи дворца насчитывалось около 300 полотен художников со всей Европы. А еще была богатейшая библиотека. Коридоры украшали античные статуи и египетские вазы. Можно сказать, что в Дереченском дворце была фамильная сокровищница рода Сапег, драгоценные экспонаты которой собирались веками. А вот в этот старинный колокольчик частенько звонили представители семьи Сапег, проживающие в Дереченском дворце. Этот звон был сигналом для прислуги о том, что князьям срочно нужна помощь. Бегу-бегу. Но самым ценным экспонатом музейной комнаты в Деречене считается объект, который не принадлежал семье Сапег. Вот перед вами самый каштонный экспонат нашего музейного покоя. Это на мой поле. Это пашпорт. Пашпорт, такие выведенные жихарцы, ну, недалеко от Деречена, Золотеева везка есть. То есть, в 1917 году. То есть, ну... Оригинал. Оригинал, так, вот. Бачите, а я его вам покажу. Вот. Значит, на немецкой и на белорусской мове. Вот хочется звернуть увагу на ступень аховы пашпорта. У нас сейчас, и то у нас такого нема, такой нема ступень аховы. Потому что, глядите, про особу, какой дается пашпорт, написано, чем займается, это Баруф, специальность, так, вера. Написано, узрост, кольки там в сантиметру, шрамы, родимые, плямы, там все, место, где показаны. Картотека. Вот, написано, вот, с правого показного пальца. Вот, бачите? Ну, а я продолжу изучать наследие, которое оставил после себя знаменитый рок-сапег на Дереченской земле. Александр Михаил Сапега увлекался садоводством, и по его приказу даже в Деречене был введен новый сорт груш, который получил название сапежанок. Естественно, в честь хозяина местного дворца. Также князь Александр Михаил Сапега распорядился в 18 веке повсеместно в Деречене садить картошку. Крестьяне первый сорт картошки, давший урожай на их земле, прозвали в честь любимого пана Сапега. Интересно, а какие сорта картофеля выращивают современные дереченские хозяюшки? Анна Анатольевна, как урожай в этом году? Ну, еще такие не сильно большой, потому что была засуха. Сама цвела картошка, и была засуха, и все. Я вам помогу немножко? Давайте, пожалуйста. Ну, может, вот тут вон попробуем. Все просто так, не простаивать. Так, давайте. Это журавинка. Журавинка? Это же так работает? Раньше был сорт Сапега. Ну, и что-либо, потому что все его выращивали. Хороший был сорт, был хороший сорт. Тем давали вознаграждение. Ну, а теперь уже пошли сорта другие, современные. Ну, я слышал, что вот в 18 веке, да, вы про это? Да, в 18 веке. Первый вот сорт, да, который дал урожай, дали ему название. А сейчас уже сорта современная выводится, так что у нас вот журавушка, скарб есть. Ну, да, не особо я вам скажу урожай. А вот про старинный местный сорт картофеля Сапега в давние времена были исключительно хвалебные отзывы. Мол, плоды были очень крупные и вкусные. Более того, крестьяне Дерещина за хороший урожай картофеля награждались князьями-сапегами премии в 20 злотых. Я вот слышал, что по одной из версий происхождения названия Дерещина того, что вот местные жители там в свое время любили подраться от слова. Может быть такое. Я даже слышала, вон раньше танцы заводили и с другой деревни придут, значит, тут такие были завзятые хлопцы, которые любили это дело подраться. А может это и произошло, Дерещин, врачуны. Сразу, да, чтоб так? Знай наших. Знай наших. Антошка копает картошку. Да, рыба ты, слабо ты копаешь. Рыба туда, рыба, и она посажена, рыба, и сверху. Я так, погладить еще. На северо-восточной окраине Дерещина возвышается костел Успения Пресвятой Девы Марии. Это очень яркий и красивый пример готической архитектуры. Деревня Дерещин – невероятное место. И здесь многое, если не все, овеяно легендами. Одна из них связана с влюбленным в местную красавицу Ирену французом по имени Жан, который в памяти любимой белорусски возродил этот костел. Деречинская красавица Ирена Жуковская волею судьбы после Второй мировой войны оказалась в Париже, где познакомилась с французом Жаном Керхнером. Увы, в 90-е годы 20 века женщина умерла, так и не осуществив мечту – увидеть родной Деречин. Месье Жан принял решение восстановить храм в далеком от Парижа Деречине, в котором его любимая супруга Ирена была крещена и приняла первое причастие. После переговоров с местной администрацией был заключен договор. И в 1991 году начались ремонтные работы, финансирование которых взял на себя месье Керхнер. О красивом поступке влюбленного и безутешного француза свидетельствует памятная доска на стене при входе в костел. Колокол в башне костела старше здания на 200 лет. Он был отлит в 1717 году. Сейчас сердцевина старинного колокола работает с помощью часовой автоматики. В Деречине есть не только костел, но и Спасо-Преображенская церковь. Она построена в византийском стиле в 1866 году. Просторное и величественное здание храма венчают пять деревянных куполов. Эта церковь примечательна настенными росписями. Обратите внимание на алтарь и купол. Это нереально фантастически красиво. При всем при этом ощущаешь какую-то особую воздушную архитектуру храма. Я надеюсь, что камера в полной мере передает эту сказку, потому что от этого действительно захватывает дух. Храм украшен росписями на библейские сюжеты и изображениями святых угодников. В церковном архиве не сохранились сведения о том, кто и когда сотворил этот удивительный шедевр. Но одно бесспорно, что автор росписей был мастером своего дела и глубоко верующим человеком. В Зельвинском районе реализовывается огромное количество интересных инициатив. Например, школьники Князевской средней школы исходили все окрестные деревни, пообщались со старожилами и собрали местные старинные рецепты. Эх, девчат, здравствуйте! Здравствуйте! Ох, какие классные! Наша школа «Майя Пашпорт Туриста» изнаходится на первом месте. Ого! За всех школ на Гродиншине наша первая отремала шильду «Креативная простора». Я, честно говоря, уже нагулял хороший аппетит к моменту приезда в агрогородок Князева. А поэтому попросил девчонок все светские разговоры оставить на потом и перейти на кухню, чтобы приготовить блюдо по старинному белорусскому рецепту. Готовим свое. Потрясающая местная инициатива, благодаря которой эти девчата знают все об аутентичной белорусской кухне. Собственно, все результаты этой инициативы собраны в одноименной книжке. Девчат, сколько рецептов? В этой брошюрке. Тут собрано больше 20 рецептов. Их собрали девчонки и хлопчики, которые обучатся у нашей школы. Эны разом со своими наставниками ходили по розным вёскам и собирали гэтые рецепты. Так само тут смешано и наше сегодняшнее блюдо – «Сила Паровка». «Сила Паровка» – Марта, очень интригующее название. Собственно, именно на него я и обратил свое внимание, пока перед съемкой немножко эту книжку пролистал. Собственно, что нам требуется для приготовления этого блюда? Нам потребуется бульба, сало и цебуля. С бульба я приехал, цебуля, сало. Да, я вижу все на месте. Тогда я предлагаю разделить обязанности. Кто-то режет цебулю, кто-то бульбу, кто-то сало, а кто-то просто болтает. Да и чтобы болтать по делу, согласитесь, нужны силы. «Сила Паровка» – это идеальное и сытное блюдо для уставшего и проголодавшегося путешественника. Девчата, сколько деревень пришлось обойти, чтобы собрать целую книгу рецептов? Аутентично. Это важно. 17 деревень? Да. Ну, я, возможно, вы не знаете, но мне просто интересно в километрах это сколько? 17 лет, это же много. Какое блюдо, какой рецепт вас привлек больше всего? Для Паровка. А, да? Прямо этот, Серёжа? Да. Я так понимаю, именно поэтому мы его и готовим, да? Да. А дома вы готовите? Да. Да. А силу Паровка? Нет. Почему? Почему так хором? Что-то плохое или почему? Это блюдо сложное, и оно не всегда получается. То есть есть процент, что я уйду голодным сегодня? Возможно. Отлично. Оказалось, что я выбрал для готовки самое старинное блюдо в кулинарной брошюре. Старинный рецепт блюда «Сила Паровка» сохранил житель деревни Валькевичи, который работал когда-то у местного пана. Я когда листал рецепты, я еще обратил внимание на блюдо под названием «Гарбузянки». Что это такое? Это каша с горбуза. Ага, я понял. Девчата, как проходила эта экспедиция? Тяжело было вообще? Да, тяжело, но и весело. Но мы справились. Но накушались вы, я так понимаю, знают. Да. В книгу «Готуем свое» вошли и другие рецепты, собранные во время экспедиции. Пянек с лесничолки, вушки с грыбами, вантробянка, галушек по Валькевицку. По текстам и фотографиями каждого блюда указано, от жителя какой деревни участники экспедиции узнали тот или иной рецепт. Ну что, девчат, отправляем в духовку? Да. Ммм, пока не пахнет. Но скоро запахнет. А на сколько? На 40 минут. Принял. Пока в духовке запекались лук, тертый картофель и несколько маленьких кусочков сала, девчонки из князевской средней школы научили меня одной старинной игре – перстенок, которая была популярна у наших предков. Возь по кругу я иду. Семь перстенок вам кладу. Ручки худко заживайте, да глядите, не проживайте. Перстенок, перстенок, выйди на ганов. Смысл игры очень простой. Тот, кому достался перстенок, должен суметь убежать с ним подальше ото всех, чтобы его не поймали. Эту игру учащимся князевской школы также рассказали во время фольклорной экспедиции жителей одной из близлежащих деревень. А тем временем блюдо «Сила Парабка» в духовке уже приготовилось. Вот теперь пахнет. Ну что, девчат, смачно есть? Дякую! Наконец-таки мы приступали к самому желанному этапу этой вкусной встречи – дегустации. Ну и вкусно. Да, очень вкусно. Напоминает, знаете, что напоминает бабку. Классическую бабку белорусскую, но с лучком очень даже поинтереснее. Вам как, девчонки? Вкусно. Честно? Да. Смотрите, мне. Резюмируем. Аутентичное блюдо «Сила Парабка» удалось на Славу. Спасибо, девчонки. Пожалуйста. На память об нашей встрече примите удар к эту брошюру. Мое ты золото. А у нашей брошюры «Калиласка, покиньте аутограф». Серьезно? Пришла. Слава пришла. Конечно, такая теплая и вкусная встреча запомнится мне надолго. Сил у меня после такой сытной еды поприбавилось, и я с хорошим настроением продолжил свое путешествие. В Зельвинском районе даже в самой маленькой деревне можно встретить любопытные достопримечательности, о которых не напишут традиционные туристические путеводители, но которые обязательно посоветуют увидеть местные жители. Я приехал в деревню Олексичи, чтобы увидеть своими глазами старинный обелиск, который построили шведы в 1708 году. Подарки бывают разные. Как вам, например, вот такой презент в виде высоченной мемориальной колонны? Понравился? Вот и местным жителям он тоже нравится. Видимо, поэтому более чем за 300 лет его до сих пор так и не разобрали на кирпичике. Таким необычным подарком шведы выразили признательность местному населению, за лояльное отношение к их войскам в русско-шведской войне 18 века. Историки предполагают, что, скорее всего, эту колонну построили в 1708 году, так что этому обелиску более 300 лет. Обратите внимание, колонна немного наклонена, прям как знаменитая Пизанская башня, но не спешите переживать, падение обелиску не грозит. Внутри находится стержень, который глубоко уходит в землю, ну и, собственно, обеспечивает надежную опору этому строению. По другой версии, это сооружение появилось в честь Конституции Речи Посполитой 1791 года. Подобного рода колонны возводились во многих белорусских местечках в конце 18 века. Зельвинский край продолжает удивлять, в том числе и природными достопримечательностями. Например, прямо здесь можно увидеть самый настоящий раскол в земле. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, этот поистине уникальный объект. Мариэна по мифологии это богиня смерти у славян. По одним источникам это жена Кощея бессмертного, по вторым – дочь. То есть ничего хорошего? Естественно. Мариэна – слово мор – умирать. Атрибуты Мариэны – это холод, лед, смерть в конце концов. Что такое Мариэна? Это уже с геологической точки зрения. Мариэна – это скопление разнообразных пород, которые тащат ледник перед собой. Ледник можно сравнить с гигантским бульдозером, который во время движения срезает верхний слой земли и тащит за собой огромное количество камней, глины и песка. Но когда ледник встречает на своем пути какое-то препятствие, то, представляете, он толкает, а препятствие не пускает. И получается вот такой вот выход. Выход основной породы. То, что мы видим вот здесь. Этот холм из Мариэна имеет продолговатую, вытянутую форму, а потому его корректно называть Друмлин. Здесь же было вскрыто, вот этот выход уже вскрыт человеком. Мы на дне карьера. То есть вот здесь был песчаный карьер, когда строили дорогу, выбрали, а Друмлин просто не поддался технике и остался вот в таком естественном состоянии. Возраст белорусского Друмлина около 200 тысяч лет. В те времена на этих землях был ледниковый период, и движущийся старичок-ледничок оставил после себя такой вот след на память. Сергей, это же не уникальная вещь, ну, просто логически. Везде, где был ледник, такие образования появляются. Конечно, везде, где был ледник, появляются и Морены, и Друмлины, и Камы. То есть это не уникальное. Для Белоруссии это довольно редкое, но в мире, в Канаде, в скандинавских странах это достаточно частое явление. И самые большие, наверное, в Ирландии, там достигают они 45-60 метров и нескольких километров длиной. Ого, я представил просто сейчас. Ну, этому Друмлину метров 15, если брать от подошвы. Плюс-минус. И вот так вот 4 раза. Удивительно. Местные жители слагают легенды про этот Друмлин и сравнивают его с храптом якого старожитного цмока Ти-динозавра. Всегда мечтал покорить Эверест. Маленькими шажками к большому успеху Зельвинская, Каролинская, Марена. У этого геологического памятника природы даже есть свой паспорт, в котором написано «Наивысшая точка над уровнем моря Марены Каролинской составляет 160 метров». Думаю, в кадре горные вершины этой Марены особенно фотогеничны. Сделаем фото на 1000 лайков. Антон Белявский, подписывайтесь. Есть в путешествиях определенно что-то волшебное. Из дома уезжаешь одним человеком, а возвращаешься совершенно другим. Наполненным эмоциями, впечатлениями и восхищением. Желаю вам на себе испытать это безграничное гостеприимство. До встречи на маршрутах родной Беларуси. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова